И доброго времени суток, вы на просторах канала HGames, и да, это продолжение Shinobi Путь Война, но прежде чем хоть что-то сказать по поводу самой игры, сразу предупреждаю, во-первых, вам дико повезло, если это видео на канале, по той причине, лентарно, что у меня сейчас, короче, проблемы с компьютером, в частности, стал перегреваться процессор, и далеко не факт, что я это видео даже смогу нормально обработать и загрузить на канал, поскольку в биосе он у меня разогревается до 58 градусов сейчас, а при нагрузках высоких идет просто-напросто в самой запущенной винде до 70 с лишним, и далее это не предел, грубо говоря, до состояния выключения компьютера, то есть даже элементарно я включил сейчас запись браузерки, у меня уже 61 градус, и я не уверен, что как бы это не увеличится, но, собственно, да, уже вот 62. Если что, это началось, ну, уже, наверное, неделю, может, чуть больше назад, и как бы, если что, сейчас крышка снята, кулер крутится, как и прежде, а радиатор разогревается равномерно, который между, собственно, кулером и процессором, но температура говорит сама за себя, в общем-то. Вот такие вот пирожки, да. Что же мне хочется сказать по всему поводу, ну, не знаю, попробую обновить термопасту, в конце концов, и она не обновлялась с момента приобретения компа, то есть это с 2010 года, по факту. Да, вот столько времени он спокойно у меня без перегревов работал, в принципе. Ну, как, был период, там, какой-то год, но там были проблемы реально с самим кулером, кулер заменили где-то год назад, как бы, с той поры, собственно, проблем не было, да, вот, недавнего времени. И это явно не от летней жары какой-то, это вот реально вот такая фигня, потому что, ну, извините меня, BIOS, я не знаю, может быть, конечно, BIOS, он тоже на полную почему-то фигачит процессора и всё такое. Настройки я пару раз пробовал скинуть там на стандарт, но это никоим образом не помогло, так что вот, сами понимаете. Ну, в общем, вот такие вот дела, пожелайте мне удачи с разрешением ситуации, как-то так, да. Ну, и пока что попробую по игре что-нибудь сказать, показать. Ну, во-первых, видимо, это связано с открытием очередного сервера. Я словил в позиционном бою, причём не участвуя в бою, а просто вот захожу такой с утречка, всё-таки на мне надоел возиться с процем, пытаться разобраться, в чём же дело. Собственно, и тут вот табличка в бою, ну, и я как бы написал заявку ещё вчера, по-моему, по поводу бага. Но понимаю, что надо будет в понедельник тот же, скорее всего, переобновить заявку, потому что, ну, выходные дни, все дела, пока очередь продвинется, опять же. То есть, как бы, прошлый раз вытащили оперативно, но в тот день, в принципе, вытаскивали, разгребали. Сейчас вот как-то так. Так, ладно, что же далее по персонажам? Собственно, команды здесь в PvP у меня вот такие вот, и мощи не так много. Ну, наш топ-1, понятно, что вырвался вперёд, но у него как бы и персонажи, даже вот так, если навести, там и Казака Гегара, и Нару-то уже фейл летовый, как говорится, и уровень 52-й, и Гаара Шукаку в наличии, ну, и, короче, всё прекрасно у человека. Ну, да, можно сказать, донат в какой-то степени подруливает. Я, пожалуй, соглашусь в плане именно крутых персов, которые тачат всё такое. Это помогает просто продвинуться вперёд. Но, с другой стороны, я без доната вполне держусь топ-3, даже при том, что считать уже пару дней, как, в принципе, в позиционном бою, у меня подвижения никакого нет. И, да, вы не обращайте внимания, я время от времени всё-таки буду сюда посматривать на предмет температуры, потому что это меня напрягает, откровенно говоря. Ладно, как бы там было вот такие вот дела. По шиноби моим, какие у меня есть. Что добавилось? Особо вроде ничего такого сверх не добавилось. Я не помню, показывал или нет, но брал я, короче говоря, Забузу. А выпал также какой-то из ней. Я реально не помню прошлое видео, не обессудьте. Так вот, выпал Шикамару Б, ну, который А ранга персонаж. Но пока что я его никуда не пристроил. В перспективе он, кстати, неплохо с Шизуны работает, как заливатор ярости, чтобы реально какой-то перс прям очень часто ходил. То есть, в принципе, есть варианты топ-сборок вместе с этим Шикой, где он реально полезен. А, ну и Асума, да, у меня вот еще. А, еще сегодня слегка кековый момент. Опять же, Канахамару выпал очередной раз с этого, который там раз в сутки крутится большой, в котором крутые персы могут выпасть. Мне в который раз выпадает там Канахамару. Вот такая вот шняга реально неприятная случилась там. Ну, как-то так, да. А так, в остальном, вроде как, все более-менее. Более-менее, да. Что еще можно показать? По поводу ивента. Ну, вот этот торговец, все дела, да. Значит, что здесь? Здесь в торговле, опять же, молодой Обит. Была, по-моему, еще или Шизуна, или еще кто-то. Ну, короче говоря, пока что Итачи не выпадает. Пока что я Итачи так и не начал собирать. Причем, кто-то говорит, у них там, например, на сервере вообще две недели где-то не было Итачи. Возможно, это общее, на всех серверах одинаковый товар в этом. Я не знаю, как оно устроено. Как бы там ни было, не столь важно. Да. По поводу, что еще может показать по продвижению звери. Собственно, здесь у меня однохвост еще как в 33-й левел, и я пока что его качаю. Ну, пока кликаю один раз в день, собственно, чисто ради чуть-чуть капельки опыта здесь. А так, не особо заморачиваюсь с ним. По, я надеюсь, вполне очевидным причинам. Каплю к четвергу чакру, так или иначе стараюсь. Вот, как-то так, да. Потом, что еще, что еще. Дайте-ка подумать, дайте-ка подумать, дайте-ка припомнить. Что еще такого интересного можно показать. По испытаниям особо далеко не прохожу. Что-то второй день уже, как в испытании Чунина. Поскольку на первой пачке у меня сливается Гара мой, и, соответственно, Тима рушится. Ну, и в итоге вот как-то так. Хотя нет, бро, в принципе, сегодня неплохо прошел по дальности, на самом деле. Ну, тут Мэго сильный противник. Как бы тут и Киба, который оранговый, да. И, соответственно, в основном Киба вот тут проблемный в строю, реально совсем так в край. И, в принципе, Анко тоже очень сильный персонаж, на самом деле. Так что, как-то так. Ну, и помочь действительно Мэго сейчас, по-моему, Хокаги у нас на сервере. Так что, сами понимаете. Но, говорим, пополам тягаюсь. Но, в принципе, бывало, что полностью эту линию проходил. И даже первого противника на вот этой линии. То есть, восьмого. До конца еще ни разу. Однако же, мне не удавалось пройти. Так что, без особого понятия, что там за награды в конце. Вот так вот. Ну, а здесь по подвигам, опять же, где-то стараюсь более-менее поддерживать, чтобы 20 тысяч чакры хотя бы где-нибудь получать. Ну, и там, понятно, опыт, все дела. Ну, в общем, как обычно. Вот, сегодня выполнил 14 приманок. Ну, вот, по осадам еще особо не набил. Да, есть такое. А так, приманки по-любому выполняю. Потому что купоны, все дела. Персонажи, опять же, и тачик тот же. Все такое. В общем, как-то вот так. А, ну и в PvP по строям, опять же, у меня что получается сейчас. А, первый строй, который, при этом я считаю все-таки у себя основным сгарой, это на 13,5, ну, считайте, 13,600. Потом второй строй, который почему-то все-таки прилично так опережает, ну, превышает, правильнее даже сказать, по мощи. Это вот на 14 тысяч, да. Ну, я понимаю, что, в принципе, здесь и Кимямару такой достаточно серьезный получился. Ну, Киба, понятно, чтоб Тима спокойно по карте фигачивался такое. А так, Наруто Церанга, вот, Обита молодой. Честно говоря, все-таки не особо он радует. То есть, персонаж неплохой, но в первую очередь брать не надо. В первую очередь, если хотите кого-то с малую цену купонов брать, то реально, там, берите или Шезуны, или Кабу-то из таких вот дешевеньких. Ну, и потом уже можете смело на С-рангового идти, как бы, копить там, или кто есть. Поскольку я помню, Сосори, опять же, повторюсь, и Тачик, да. Как-то так, в общем-то. Ну, и третья пачка, вот, пока что 11 тысяч с копейками. Ну, здесь понятно, что Хаку и Забуза, как бы, вместе комбят. Ну, Нэджи сюда сунут постольку, поскольку, там, посмотрю, как раз Асуму надо будет еще подкачать. Может, Асума нормально так зайдет. А насчет, в принципе, этого не знаю еще, опять же. Блин, забыл, как звать. Шакамару, вот, вспомнил. Шакамару, может быть, тоже неплохо зашел бы, на самом деле. Хотя, повторюсь, Шика очень хорошо с Шезуной сочетается. А если у Шезуны Кабута и плюс Шика, вроде как, вообще, шикарный вариант. Вроде как, повторюсь, но все-таки. Вот. Ну, и Тентен, опять же, просто очень сильный дамагер. Она весьма тонкая, но бьет, дай боже, если пробивает. Особенно, вот, когда здоровье меньше половины, и там все выжигает на раз-два, реально, противника. Вот. Бесспорно. Как-то так. Ну, и, кстати, при записи пока что... А, ну, только хотел сказать, 66 стабильно, но нет. На 67 было, подскочило, да. Ну, посмотрим, что еще будет при рендере. И смогу ли я, в принципе, выложить это видео в итоге. Надеюсь, что смогу. Пожелайте удачи. Ну, в принципе, если вы это видите, значит, на канал я все-таки как-то это смог запилить, несмотря на текущие условия. В общем, такие вот дела, да. Если что, у меня критичная температура, максимальный упрост вообще 71 заявленная. Так что это такое. И да, я знаю, AMD это печка, но, как бы, столько лет оно нормально, настолько не грелось. То есть, в принципе, стабильно, с родной термопастой и прочее, и прочее. Как бы, я же повторюсь. При том, что лето, и спокойно, а сейчас и игры даже не запустить. Такие нормальные. Ну, ладно, это все. Жалобы, все такое. Ну, в общем, как-то так. Другие команды пока не открывал. Будем думать, модифицировать, что к чему. Повторюсь, Asuma, там все дела. Как бы, в принципе, по фрагментам, кто еще у меня собирается, к слову. Могу показать. Это, опять же, ну, чисто, в основном, для начала, для коллекции. А там, посмотрим. Может, какую-то команду тоже потом в будущем зайдет. Сейчас вот Temari собирается у меня. За эти выкупаю баки. И буду выкупать, естественно, ибики. А, ну, и еще какаши потихоньку собирается. Ну, как собирается, блин. Пять фрагментов за все это время, как я на три звезды прошел. Его все-таки выпало. Ни о чем, понятное дело. Но, как-то так, да. Вот. Такие дела, да. Ну, и ибики, опять же, будем выкупать. Все дела собирать. Как бы, в коллекцию для начала пригодится. Чисто хотя бы для начала просто в коллекцию. А там уже посмотрим. А будем мы и далее думать всякое. Может, какие команды действительно переставятся, соберется. Как бы, с этим я особо еще не разбирался, что к чему. В общем, как-то так. Ну, и дальше уже сами видите, вот, самые ценные фрагменты, которые есть. Опять же, это у меня сосори. Два кусочка. Выпавшие, я даже не знаю, по-моему, с какой-то коробочки. Или типа того, да. Как-то так. Как-то так, да. Ирике можно, кстати, штучку выдать. Ну, как бы такое. Да. Вот такие вот пирожки, ребят. Ну, и, собственно, да, по компании, до куда добрался. Опять же, как раз, значит, в обычной пока что вот, как и было пройдено. Причем этот этап. Мне там буквально чуть-чуть не хват... Хотя нет, этот я, кстати... Нет, вчера я пробовал перепройти, мне чуть-чуть не хватило. У меня, по-моему, Гаару как раз положили в итоге. Или Гаару, или Сакуру. Вот кого-то из них я уж точно не помню. Ну, в итоге на две только вышла звезды. Опять же, там попереставлять можно, в принципе, осилить и на три вполне. Но вот дальше особо обычную кампанию еще не проходил. Ну, и в элитных инстанцах. Собственно, вот эти этапы пройдены на три звезды. И здесь собирается, опять же, зеленая шмотка выдается на персов. Здесь еще собирается элементарно ради книжек. Опять же, тренировка, все дела, как бы до пустоты лишнего не бывает, сами понимаете. Ну, и, естественно, на вот Тэмари. Здесь я не могу пройти, потому что в итоге, по-моему, у меня стабильно один из персонажей во второй тиме противника погибает. Когда стоячка, по-моему, Гаара как раз стабильно погибает. То есть, остается, опять же, без танка. А в третьем раунде, опять же, там, мало того, что Анко, собственно, которая нехерово так фигачит. То есть, Анко достаточно сильный персонаж, на самом деле. В Баруто, к слову, в манге, ну, в манге особо я не знаю, что там творится. Судя по аниме, что я знаю, Анко сделали ужасной какой-то, слегка толстухой, что ли. Или типа того, короче, убили персонажа, всю его красоту там и все такое. Ну, не суть, это уж так, от темы отошел. Так вот, повторюсь, в игре она, в любом случае, крута. Ну, и там в тиме еще с ней, опять же, Орич, что тоже, как бы, не добавляет оптимизма, сами понимаете. И печать, да, он ее ставит на пятый, по-моему, раунд или типа того. Ну, короче, не так часто он ее использует. Но там еще клоны, если они еще начнут ходить. Не клоны, вернее, а Хокаги, там, первый, второй. И, в общем, вы поняли, да, Хаширама и этот второй Гаврик. Ну, и да, блин, температура звездец, 68 уже. Ладно. В общем, такие дела. Как-то так. Да, я не знаю, что еще сказать. Посему, пожалуй, буду заканчивать данное видео. Чуть подостынет, сейчас просто попытаюсь отрендерить. Посмотрю, как по температуре, в общем, буду пытаться разобраться с этим делом. Но, если что, вы в курсе, вот. Ладненько. На этом все. Всех вам благ, удачи и пока-пока.